Сотни артефактов, обнаруженных летом на раскопках сарматских курганов и древних городищ средних веков, пополнили в этом году Атравский краеведческий музей. Благодаря программе Рухани Жангру в регионе возобновились археологические раскопки, которые не велись долгие годы. Обнаруженные находки стали основой выставки, на которой представлены уникальные предметы старины, также переданы жителями региона. Золотые и серебряные ювелирные украшения, оружие, зеркала и уникальные по степени сохранности бронзовый казан. Все это нашли летом при раскопках сарматского кургана конца Железного века. Находки открыли ученым неизвестные ранее страницы жизни древнего народа, кочевавшего по просторам при Каспии. Не менее уникальны находки из древних городищ, срайшик и октабелоэти. Древние мастерские и медные заготовки позволили ученым сделать вывод, что в средневековье в этих краях чеканили монеты. На выставке представлены не только артефакты, обнаруженные при археологических раскопках древних сарматских курганов и городищ, но и экспонаты, переданные в этом году в дар-музею, жителями региона. Кымбат Каламуханова принесла в музей серебряные украшения, изготовленные ее отцом, представителем знаменитой семьи ювелиров, работавшей с этим благородным металлом еще в середине 19 века. Серебряные украшения, сделанные дедушкой Кымбат, Жангирхан в качестве подарка передал русскому царю. И сегодня они хранятся в Эрмитаже. Все это сохранилось у меня в сундуке. Конечно, это очень дорогие для меня вещи, но место им в музее. Пусть люди видят, какую красоту творили их предки. Может быть, кто-то из молодых посмотрит и тоже захочет стать ювелиром. И искусство моих предков вдоль возродится. Не менее ценен и набор редких музыкальных инструментов из кожи. Даул пас, добыл, асатаяк и туяктыс. А вот на этой дамбре любил играть известный государственный деятель Саламат Мукашев. Всего в этом году фонды музея пополнили 1135 экспонатов. Это и археологические находки, и артефакты в отделах этнографии, нумизматики, музыкальных инструментов, фотодокументов. Школьники, например, с удивлением узнают, что еще не так давно фотография не была моментальной. А их прабабушки пользовались утюгами, в которые нужно было насыпать угли. Виктор Сутягин, Семирал Судмагазиев, Амандай Матенов. Итоги дня от РАУ.